Микс Ньюс. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем программу «Разворот». Сегодня её проведу я, Анастасия Смоловская, снова с вами. Надеюсь, и вы с нами. 672-12-93-9. 672-13-93-9. Сразу напоминаю, телефоны прямого эфира. И сегодня в «Развороте» мы будем говорить о столетии латвийской армии. Зам. директора военного музея Латвии по научной работе Юрия Цыгановс у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Латвийская армия отмечает своё столетие официально 10 июля, но праздновать решили раньше, несмотря на некоторые предупреждения, что юбилей раньше не справляют, но приняли решение на выходных, дабы людей побольше могло прийти, и перекрытие дорог и набережных тоже было менее болезненно для людей. Мы тоже там побывали, и достаточно всё было так торжественно, красиво, вертолёт посередине набережной, на военный музей принимал какое-то участие в этих мероприятиях? Ну, конкретно на набережной нет. А вообще в праздновании этого дня? Да, да, но празднование не состоялось, только 6 июля. Это празднование началось, в принципе, уже с прошлого года, со столетия государства, то есть, когда праздновали столетие образования Латвийской республики, и столетия Латвийской республики, то есть столетия государственности, плавно перешли в столетие всех тех событий, которые происходили после прозвращения независимости, именно события войны за независимость. А там можно праздновать столетия практически каждый день. Но есть какие-то знаковые числа, вот недавно было, например, столетие цельских боёв, которые празднуются не только в Риге, но и в Цесисе, и в Лепае было тоже недавно, столетие 27 июня, число, когда латвийское временное притисло сошло на берег с корабля Саратов. И 10 июля – это столетие приказа номер один верховного главнокомандующего Латвийской армии о том, что Латвийская армия будет создаваться на едином организационном начале, единой структурой, и будет из двух разных групп латвийских национальных вооружённых сил будет создаваться одна единая латвийская армия. Вот как раз 10 июля этот приказ и был. 6 июля – ну, это потому, что, наверное, суббота, да, вот всё, что вы говорили насчёт того, что суббота лучше праздник день, чем среда. Из каких подразделений была создана единая национальная вооружённая сила? Сразу же после образования, то есть, про возглашение латвийской государственности, а именно после акта 18 ноября, в силу разных внешнеполитических моментов были созданы две такие большие группы. Ну, я сейчас в общем, так всё это рассказываю, конечно. Две большие, две такие большие воинские соединения, две большие воинские группы. Это так называемые северяне, которые создавались на территории Эстонии, а потом, как от большевиков, постепенно освобождали северную Латвию, создавались и там, и южане. Это те, которые, те граждане Советской Республики, которые были призваны или добровольно пошли в ряды вооружённых сил временного правительства Латвии на относительно юге территории Латвии. То есть, это территория Курза, МЗМ, ГЛМ. И у них были разные оперативные подчинения, то есть, северяне подчинялись эстонцам, южане подчинялись дефилактированной немецкой армией. И было разное снабжение, разная система снабжения, и только после цельских боёв была возможность сконтактировать физически между этими двумя соединениями и создавать единое управление Латвийской армии. У них не было единого управления. А после 10 июля, значит, это всё появилось. Так, сейчас у нас какие-то технические моменты, мы, кажется, прерываемся. Вы нам звоните 672-12-93-9, 672-13-93-9, можете звонить нам и задавать свои вопросы. Говорим мы сегодня о столетии Латвийской армии. На тот момент, сегодня мы знаем, что в ряды национальных вооружённых сил могут вступить только граждане Латвийской республики. На тот момент были какие-то ограничения, правила, по которым принимали в армию, из кого она состояла? Потенциально гражданами будущей Латвийской республики считали все те люди, которые проживали на территории Латвии до 1 августа 1914 года. Ну, практически можно было вступить каждый. То есть, не было такого, что надо было там какие-то бумаги и прочее, прочее? Нет, нет. Это, ну, какие-то бумаги, конечно, нужно было, не знаю, там, старый российский имперский паспорт хотя бы. Но это, нужно понимать, что это территория, где уже три года велись непрерывные боевые действия Первой мировой войны и со всеми вытекающими последствиями и целый год немецкой оккупации был, так что там были, скорее, трудности другого толка. Ну, там, может быть, не столько можешь ты или не можешь, а скорее хочешь и ты или не хочешь. Да-да-да, подождите. и, так что, так что, так что, и закон о гражданстве тогда еще действовал только, ну, так, относительном порядке, можно так сказать. Ну, из кого? Есть уже какие-то исследования, из кого тогда состояла армия? Ну, там, не по национальности строго, может быть, но все-таки мы знаем, что здесь, вы правильно сказали, военные действия, здесь очень много народов было на территории Латвии уже на тот момент. Ну, да, первые части, которые создавались, да, мы знаем даже поименно все, это первые части из добровольцев, а уж потом, когда постепенно освобождалась большевиков территория, там проводились и мобилизации. Сначала проводились мобилизации офицерского состава, ну, а ближе уже к весне, 1900, к лету, извиняюсь, к лету 1919 года, летом 1919 года были, было произведено, произведено несколько мобилизаций и населения. То есть, мобилизация проводилась по бывшим законам бывшей Российской империи, конечно. А вы сказали, что вот одна из сложностей было желание или нежелание, да, участвовать и вступать в армию. С какими еще вызовами и проблемами тогда армия, вот она формируется, у нее все должно быть новое, это и форма, и название, вся структура. Ну, трудности, вот то, что вы назвали, то есть, нету ничего. Из ничего и формируется армия. Как это происходило? Как выбирали? Из чего делали, создавали все это? Структурно латвийская армия создавалась на базе первых воинских подразделений, которые все-таки были добровольными. Обеспечение шло не из местных ресурсов, потому что таких просто не было. южане создавались на базе здесь дислоцированной немецкой армии именно в плане обеспечения. Северяне создавались с помощью эстонской армии, то есть, вся снабжение шла от эстонцев. Постепенно создавалась и своя снабженческая база, конечно, но это был вопрос времени. То есть, за два года войны за несовесимость, за время, когда армия росла и численностью, и вооружением, и военными материалами, это было разные пути, как это все доставалось. Закупками, конфискацией, реквизицией, заграничной помощью, было все. Но могла быть ситуация, что у солдат, которые в одной армии латвийской служат, у них разная форма, например. А так и было. Не только разная форма, разное вооружение, до июня даже разные руководства, так что все это было. Но считались они уже едины. Да. Ну и как справлялись с этими ситуациями? У них между собой тоже наверняка они сразу видят, когда они все одинаковые, у них наверное сразу нет различия. Ты северянин, ты южанин. А так они видят, что разные разные в июле 1919 года латвийская армия стала единой. То есть единый штат, единая организация. Вопрос вооружения, обмундирования и всего остального, что необходимо для введения военных действий. Ну, это постепенно все улучшалось, но, естественно, что трудности были и до самого конца войны за независимость, то есть до того момента, как латвийская армия освободила свою территорию от всех внешних и внутренних врагов, это весна и лет 1920 года, ну, перебивались, конечно, с большими трудностями, но и пытались создать что-то единое, не всегда получалось, но разнообразие, конечно, было. Какая численность, сколько людей было в этой армии в первые годы? Ну, нужно, тогда нужно конкретизировать, в крайней мере, мне, какой отрезок времени вы имеете в виду? 10 июля подписан первый указ распоряжения, сколько людей на это? Примерно 24 тысячи по списку, но это очень относительно, потому что по списку это одно дело, боевой состав это совершенно другое дело. февраль 1920 года по списку латвийской армии считается 72 тысячи человек. Это, конечно, не значит, что все они находятся в боевых частях. Числьность боевых частей подсчитать задача довольно трудная, но практически это ну, где-то процентов может быть из этого числа процентов 60 где-то можно считать в боевом строю. Если были проблемы с тем, чтобы объяснить, что армия нужна, и вот эти люди, жители Латвии, они нужны латвийской армии на тот момент, вот сто лет назад, чем, ну, заманивали, если можно так сказать, в армию, чем привлекали такие... Это вопрос, это вопрос, то есть, армия, это вопрос философский, естественно, во-первых. армия создавалась по поводу того, как общество начало верить в саму государственность Латвийской Республики, а именно акт 18 ноября 1918 года, это, конечно, очень значимое событие в истории нашего государства, но это не значит, что государство провозгласили и все уже было, то есть, напротив, ничего не было. Во-первых, не было никакой материальной базы, а во-вторых, не было, по большому счету, не было уверенности общества и веры общества в создаваемое государственность. И вот постепенно, это постепенный процесс, и постепенно эта уверенность и вера в своей государственности, она возникала у людей, и постепенно возникала и уверенность в том, что необходима и свои вооруженные силы. Не только у рядовых членов общества, но эта уверенность возникала и в политических кругах, которые создавали эту латвийскую государственность. Не секрет, что конец 1918 года это все общество ждало возвращения красных латвийских стрелков, относительно их тогда можно назвать красными, нуждало то, что придет какая-то своя власть и прогонит немцев. Какая-то своя власть, это считалось, что это может быть эти большевики, и это какая-то своя власть. Но здесь царивший большевистский режим за 4 месяца сделал все, чтобы от себя оттолкнуть практически все население репрессиями, непонятным политическим строем для местного населения, не оправданием надежд, во-первых, надежды на землю, надежды на политические свободы, от ничего не было. И вот за 4 месяца большевистский режим противопел крах, а латвийская государственность, наоборот, обрела уверенность и обрела уверенность в обществе, что такое государство нужно, что это наше, именно наше. И что соответствует нашим требованиям, нашим надеждам. Ну, это то, что можно сказать и об армии. То есть, разочаровавшись в одних, разбегая от одних, разочаровавшись в других, пришли к тому, что нужно что-то свое. Ну, в том числе, да, да, конечно, в том числе. На сегодняшний день, ну, это один из пунктов критики, что Латвия мало своего, мы не строим там танки, бронетранспортеры и прочее, мы их закупаем, и, как правило, мы их закупаем с запада, это или европейские страны, или это Америка. На тот момент, чьим оружием мы могли располагать, у кого его покупать или наследовать? Два года войны за независимость характерны тем, что здесь воевали всем, что было в Первой мировой войне. Оружие любого калибра, любой марки, любой страны, кто здесь побывал, это все у нас было. То есть, не было такого, что... Америка, русская, английская, французская, японская. Нельзя говорить ни о какой унификации, ничего. Не было такого, что если там это немецкий автомат, все, он фашистский, и мы там пользоваться не будем. Или это советский автомат, он там тоже вражеский. Автомат и фашист, это чуть другая война. Ну, прошу прощения, это может быть не настолько, но ружье. Да, именно. То есть, не было такого, что там как-то этим пренебрегали, если это вражеское, и мы не пользуемся? Нет. Оружие не бывает вражеское или не вражеское. Враг, он физический человек, это не оружие. Музей, военный музей, он был основан в 1916 году, чуть раньше, чем произошло вот это рождение единой армии, чем на тот момент музей занимался, почему была необходимость его создать? Деятельность военного музея практически началась только в 1919 году. До этого это была задумка, что это будет некое хранилище экспонатов, которые посвящены латышским стрелкам. Война, немецкая оккупация, разруха, все это не позволяло начать работу в музее. Практически он начал работать в 1919 году. Подробнее об истории музея и о создании латвийской армии мы поговорим после прерывной новости рекламы. Не переключайтесь. Микс Ньюс. Мы продолжаем программу «Разворот». Анастасия Смоловская в студии, замдиректора военного музея Латвии по научной работе Юрия Сыгановс у нас сегодня в студии. Добрый день еще раз. 672-12-93-9, 672-13-93-9. В нашем разговоре можете участвовать и вы. Звоните, если у вас есть вопросы. Обсуждаем мы сегодня столетие латвийской армии. И вот по поводу военного музея начали. Мы перед перерывом на новости и рекламу. Вы сказали, что в 1919 году такая активная работа началась. На тот момент, что военный музей мог. То есть, например, вот этот первый приказ, подписан указ, он сразу отдается в военный музей, чем вы располагали? Ну, с началом, конечно, в те времена работники военного музея, их было немного, пару человек, ну, начали собирать материальные свидетельства о недавних войнах, которые прошли через нашу страну. Именно Первая мировая война за независимость. Ну, с этого и началась экспозиция музея. То есть, мы видим, ну, по фотографиям, конечно, мы можем реставрировать как-то вот то, то визуально реставрировать, как выглядел. Тогда, конечно, этой пристройки не было. Музею была только пороховая башня. Ну, сперва нужно было это пороховой башню привести в какое-то такое состояние, чтобы туда можно было что-то там устроить. Ну, и Первые экспозиции, да, это были посвящены войне за независимостью латышским стрелкам. То есть, то, что было только что, то, что у нас только что было. То есть, можно сказать, что вы так, ну, грубо говоря, следили за историей, шаг за шагом не было такого, что вы смотрели, что было там сто лет назад. Вы были свидетели. Ну, я имею в виду военный музей. Ну, конечно, там было и отдел, или департамент старых времен, ну, как, ну, доэстерических времен. Да, потом в 20-е годы, 30-е годы военный музей проводили археологические экспедиции, сам проводил и собирал какие-то вещи, которые связаны с доэстерическими временами. И тоже было, как я понимаю из старых музейных книг, это была довольно обширная коллекция тех предметов, которые найдены в городищах. Ну, вот эти три главные и такие направления это было. Это Первая мировая война, война за независимостью. Вот, как тогда называли старая борьба за независимость, то есть, 13-й век до этого. Надевайте наушники, примем звонок. Добрый день. — Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот я посещал этот музей, кстати, еще понравилась интересная экспозиция. Обратил внимание на шашки или саблевые начальников, которые я там увидел, с гербом Латвии, очень серьезного вида. И, как я понял по описанию, эти сабли или шашки давались выпускникам военной академии латвийской. Это еще до военной, разумеется. Ну, что-то я нигде не мог найти информации о том, что за академия, кто были выпускники, сколько она действовала. И правильно ли я понял аннотацию к этим экспонатам? Спасибо. — Спасибо. — Да, правильно поняли. С 1920 по 1940 год в Латвии действовала военная школа. Каждый год, кроме времени с 1932 по 1936 год проводился выпуск. Каждый год выпускали около 100 молодых офицеров в чине лейтенанта. — Что такое военное училище того времени, когда обучали именно, учили на солдата? — На офицера. — На офицера уже. А учителя, профессура, педагогический состав? — Преподаватели. Учителя — это в школе. Тоже выпускники других военных школ, как правило, Российской имперской армии. Ну, все как сейчас, все как обычно в нормальном высшем учебном заведении. — Надевайте наушники, примем еще один звонок. Добрый день. — Добрый день. У меня конкретный вопрос к человеку. Значит, мой дед был стрелком латышским, да? Скажите, пожалуйста, какие-нибудь документы сохранились? Кто в 18-м году конкретно был вот в этих подразделениях в списке? Я вот ищу документы своего деда. — Спасибо. — Так как латышские стрелки, я, правда, не знаю, что вы понимаете по латышскими стрелками в 1918 году, но стрелки латышских, стрелковых батальонов, а потом полков, все документы находятся в России, потому что это были подразделения русской императорской армии. — То есть, если человек хочет в эти архивы попасть, то ему надо делать запрос? — Российский государственный военно-исторический архив. — А насколько легко в наши архивы попасть? Это военный музей, военный музей этим заведует, вот этими архивами? — Нет, у нас есть исторический архив на улице Слок, 16. — То есть, только там? — Ну, что есть, то там, да. — У вас никаких списков нет? — Нет, нет, список стрелков нет, но я думаю, что… — Ну, не только стрелков, вообще военные, те, кто там участвовал, и, не знаю, первые вот эти 20 с чем-то тысяч, которые были 10 июля, например, объединены. — Документация по латышской армии сохранилась полностью, она находится в государственном историческом архиве. На улице Слок, 16. — А к вам приходят потомки тех людей, вот смотрят, например, какие-то фотографии, у вас же есть, наверняка там подписано, что там это мундир такого-то там генерала. — Да-да-да, есть, приходят, да-да-да. — Это только из Латвии или приезжают откуда-то? — Ну, это по-разному. Нет, со всего мира, конечно, да. Мы, ну, такую статистику не ведем, кто… ну, не ведем, но не выделяем по государству. Ну, много, много людей, иностранцев тоже, конечно. — А не дают вам что-то там, рассказывая их, вы записываете? — Да-да-да, и мы порой даже удивляемся, что до сих пор сохранились очень уникальные предметы, фотографии, воспоминания, которые иногда, конечно, приносят и нам, в том числе и нам, и в другие музеи. Конечно, мы знаем, что не судим тот же архив. Так что мы до сих пор можем сказать, что материалы к нам приходят. — Ну, они сами приходят. Нет такого, что вы объявляете, вот там нам нужны свидетельства 1945 года? — Бывает так, бывает. — А где, как это, как вы объявляете? Вот я в СМИ, например, не видела. Это на сайте военного музея или вы там по своим каким-то… — Если мы делаем какую-то вещь специально, ну, не знаю, там, например, пишем какой-то… Кто-то из наших коллег пишет какую-то статью или какое-то издание готовит. Или мы делаем или экспозицию, или выставку. Конкретно о чем-то. Мы, конечно, если у нас таких материалов нет, то мы это ищем. Ну, вот, например, два года назад было 20-летие первой международной миссии национальных вооруженных сил. Мы делали выставку, и, конечно, не много довольно материалов у нас о миссиях. Ну, мы тоже обращались к людям, которые там были в этих миссиях, с просьбой предоставить нам или помочь нам в сборе информации, в сборе каких-то предметов. Столетие Латвийской армии мы сегодня обсуждаем. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9. Можете звонить нам, задавать свои вопросы. В 1919 году армия была общая создана, в 1940 году, ну, можно сказать, что такой период, и, в общем-то, если на Википедии тоже посмотреть, что это такой период, когда Латвия в составе СССР, и так таковых национальных вооруженных сил не было. Что в этот период, как вот, в том числе, военный музей, как вы разделяли, вычисляли, кто из Латвии где служит, и кто в Латвию приезжает на территорию Латвии тогда? Ну, я сейчас пытаюсь понять ваш вопрос. Лето 1940 года, это начало советской оккупации, и Латвийская армия была уничтожена, военный музей тоже был уничтожен. Ну, и все. То есть, на тот момент ничего не собиралось, вот об этом периоде, до 1990 года, никаких? Латвийский военный музей – это одно из первых заведений, которые советская власть уничтожила. А как сохранялись все, вот все, что было до этого момента? Это же кто-то куда-то унес какие-то архивы, подвалы, запечатали, чтобы не доставили. Да, мы не знаем куда. То есть, это были сотрудники, которые спасали своими силами? Нет, нет, почему спасали? Просто военный музей был уничтожен. Весь, вот, все то, что там было, было увезено. И вы сейчас не знаете нигде это, никак это ничего к вам не возвращалось. Мы знаем, но частично нет. Ну, то есть, мы знаем, что какие-то вещи попали в тогдашний исторический музей, частично попали в другие музеи. Говорят, что что-то увезено в Россию, но от военного музея не осталось ничего. То есть, запросы вы никакие не делали? Ну, то есть, нет такого, что сейчас, на сегодняшний день, вы можете что-то вернуть? Ну, кое-что мы вернули из материальных свидетельств, из наших музеев, из латвийских музеев. То, что сигнатировано, то, что известно, что это именно от нас. Но большинство того, что было в довоенном музее, мы не знаем где-то. Вот эта история, то, что было до 1990 года, как вы потом, военный музей восстанавливал вот эту всю хронологию, что, что, как? Или это просто вот белое пятно, ничего не было, с 1991 года пишем историю по новой? Ну, в 1957 году в бывшем здании военного музея, которое было построено, кстати, это пристройка, которая сейчас возле Пороховой башни, это было построено в 1940 году, именно как здание музея, но до весеннолетних событий. То есть, музей туда не успел зайти. В годы Второй мировой войны там находился военный госпиталь немецкий. В советское время там находилось Нахимовское военное училище. В 1957 году здание было отдано музею социалистической революции, как и просуществовало до 1991 года. До 1990 года, извините. И в 1990 году было принято решение восстановить именно военный музей. Ну, нельзя сказать, что военный музей создавался заново на абсолютно пустом месте, потому что в музее революции уже собирались, ведь материальные свидетельства, в том числе, например, о тех же самых стрелковых полках, потому что стрелковая тема была разрешена в Советском Союзе, ну, красные стрелки и так далее. Ну, конечно, с определенным идеологическим направлением. И музей красных латышских стрелков, это тот, который на площади, эта коробочка там, это тоже был филиал музея революции. Весь, все то, что было в этом музее, в музее стрелков, сейчас находится и у нас в том числе. Хронологию и историю, ну, тоже создавали в начале 90-х по крупицам, потому что, как мне старшие коллеги рассказывали, про довоенный период, ну, было известно очень мало. И к тому же и события Второй мировой войны в музее революции, естественно, собирались только с одной стороны, то есть с советской. То, что было на другой стороне, то есть, например, тот же самый Легион, Латвийский Легион, затрагивать было нельзя просто. А по советским войскам и по относительно латвийским военным соединениям Красной Армии в годы Второй мировой, ну, им довольно хорошие материалы, да. То есть, получается, что до сегодняшнего дня, несмотря на то, что уже почти 30 лет прошло, плюс восстановление независимости, все равно вот эта часть, там, Легиона того же, она меньше, чем... Меньше, ну, она... Да, меньше, но я не сказал, что уже ничего нету. Ну, многое здесь, но, конечно, эта история еще пишется. То есть, все в процессе. Да, все в процессе. Но в этом плане вам тоже помогают люди, потомки тех людей, которые... Ну, да, да, да. Ну, дело в том, что вот эта специфическая страница, латвийская история, которая связана, например, с тем же Легионом, очень многое за границей идет материалов, потому что в большинстве, конечно, те легионеры, которые интернировались на Западе, они жили и на Западе. Они, как правило, сохранили все материальные свидетельства, в отличие от тех легионеров, которые жили в Советском Союзе, которые просто не могли это хранить. Но это не только о Легионе, это о латышских солдатах. Вообще очень многое, что идет из-за границы именно. Но я еще раз говорю, что очень многое есть и у наших людей здесь, на месте. Даже порой удивляемся, как, откуда, как и... Сохраняется, передается. В общем, если что-то есть, несите в военный музей. Надевайте наушники, примем еще один звонок, и слушатель перестал нам звонить. Нет, есть. Добрый день. Здравствуйте. Очень плохо мы вас слышим. Теперь хорошо. Алло. Да, я был недавно у бабульки одной, у нее внук или там сын был легионером. Настолько много всего, что прям вау, диву даешься, как это можно было сохранить. Мой вопрос следующий. Смотрите, после так называемой оккупации Советским Союзом Латвии, вот с этого момента просто белое пятно ваше музее будет? Или, может быть, было бы толерантно сказать, что латвийская армия не перестала существовать? Просто часть ее воевала на одной стороне, часть на другой. Но, тем не менее, она существовала. Люди-то никуда не делись. Спасибо. Или опять будем делить общество на белых, красных, зеленых в 21 веке. Нет? Спасибо. После оккупации Латвии в 1940 году латвийская армия перестала существовать. Часть бывшей латвийской армии была переделана в 24-й территориальный корпус Красной армии, который перестал существовать два месяца после начала боевых действий Второй мировой войны на территории Латвии. Именно в сентябре 1941 года 24-й территориальный корпус уже не существует. Бывшие граждане Латвии воевали на обеих сторонах, и в германской армии, и в советской армии. В музее это все… Это не белое пятно, конечно, нет. А приходят к вам вот с такими, ну, может быть, агрессивными или с какими-то своими, как это сказать, со своим видением, со своими убеждениями, с какими-то претензиями, почему там вот здесь такой экспонат, а не такой экспонат? Есть такие, да. Много? Как часто? Насколько они поговорить или прям с, не знаю, помидором языком? Не очень много, не очень много, но есть такие люди, которые так даже, да, иногда довольно агрессивно. Что делать с ними? И, ну, вот как я предыдущий говорил насчет деления, вот мы же не делим, делят как раз те, которые приходят, и это нам говорят. Мы же не делим на красных, белых, черных, зеленых, ну, приходят и говорят, а почему вот у вас тут этот вот висит? Он же нехороший человек. Ну, это вопрос интерпретации. Ну, вы с ними разговариваете, подводите к другому, где там другой, из другой страны? Пытаемся, да, пытаемся. Но не было таких актов фундализма, когда там пытались что-то разбить? Нет, нет, нет. Ну, по сути, Боже, нет, и, слава Богу, нет. В 1991 году был принят закон о создании первого военизированного формирования ЗЭМа Сардзе, как, ну, грубо говоря, история вот начинается и по новой опять пишется. Опять-таки, что с военным музеем в этот момент? Вы получаете свидетельство, вот эти все бумаги, как в военном музее это все отображено? Ну, в принципе, процесс-то сбора информации и получения каких-то материальных свидетельств, он довольно такой универсальный, если можно сказать. То есть, он годами не меняется. Во-первых, это те, которые сами приносят люди. Во-вторых, это то, что мы им пытаемся собрать. И то же самое происходит и с первыми свидетельствами, во-первых, вот этих восстановленных уже воинских частей в начале 90-х. И теперь, ну, помаленьку тоже мы пытаемся все это собрать и каким-то образом систематизировать, делать экспозиции, выставки и в современных вооруженных силах. В военный музей входит перечень тех мест, которые, например, когда там вот из НАТО приезжают наши союзники, их приводят? Да, их приводят. Нет, мы в никаком протоколе, конечно, не значимся, но... Сами приходят или их приводят? Мы музей Министерства обороны. То есть, Министерство обороны – это наш супервайзер. И Министерство обороны своих официальных гостей вводит в том числе и военный музей. Так что официальные делегации у нас не редкость. Надевайте наушники, примем еще один звонок. Добрый день. Добрый день. Я не сначала слушаю, а вот хотел спросить. А вот вы как-то взаимодействуете с военными археологами, которые занимаются изучением вот второй, первой мировой войны, путем раскопок? Есть ли какие-то интересные данные, какие-то новые сведения вам удалось подчеркнуть? Есть ли вы с ними как-то кооперируетесь? Скажите об этом поподробнее. Спасибо. Спасибо. Военные археологи не в друзьях с музеями. Почему? Ну, это нужно спрашивать у военных археологов. Ну, вы имеете в виду вот это подразделение «Легион»? Легенда. Легенда, да, простите, пожалуйста. Мы знаем, кто это. Мы знаем этих ребят, узнаем. Но вы с ними никак не сотрудничаете? Но вам хотелось бы, а они не хотят? Или вы как? В чем проблема? В ком загвоздка? Комплексная проблема, можно так сказать. Об этом можно, наверное, говорить долго, упорно и, к сожалению, до сих пор безрезультатно. Но пытались ли вы или они как-то за один стол сесть? Слишком разные видения того, что они делают у военных археологов и у нас. Ну, мы их называем черными археологами. Почему? Потому что они часто пренебреграют всеми правилами археологии. Вам это известно, потому что вы видите фотографии какие-то или что? В том числе. Но они все-таки занимаются, если так, для общества, они занимаются, наверное, хорошим делом. Вот последний случай с Брасовским мостом, когда… Мы знаем только, так сказать, верхнюю часть айсберга. Но черные археологи подразумевают, когда с каким-то… Это бизнес. То есть, есть подозрения, что они могут… Ну, эти коллекционеры, музейник – это вещи несовместимые. То есть, музейный работник не может быть коллекционером, потому что это рано или поздно будет конфликт между тем, что он занимается профессионально, и тем, что он занимается для себя. Да. Коллекционер – это чуть другого… чуть-чуть другой системы граната, как говорится. Но есть что-то, что вы видели на фотографиях, там, на том же Фейсбуке, они выкладывают, что там у них найдено в течение каких-то раскопок, что вы вот смотрите и думаете, вот для военного музея вот этот экспонат был бы очень неплох. Да, конечно, да. И в этих ситуациях все равно не пытаетесь договориться? Ну, иногда пытаемся, но не всегда получается. Ну, иногда получается. Редко очень. Ну, все-таки бывает. Ну, как правило, они продают эти экспонаты. То есть, надо покупать. Ну, есть надо покупать. А зачем они выкладывают это в Фейсбук? Чтобы продать, конечно. На сегодняшний день много разговоров и мотивации тоже пытаются добавить для того, чтобы привлечь и в профессиональную армию. Как вы думаете, чего не хватает, наверное, для того, чтобы люди с большим рвением шли на военную службу? Понимаете, как я уже сказал, военное ведомство и Министерство обороны – это наш супервайзер. И поэтому я бы воздержался от комментариев на эту тему. Я поняла вас. Зам. директора военного музея Латвии по научной работе Юрис Цыгановс был у нас в студии. Спасибо большое. Говорили мы сегодня про столетие латвийской армии. Программу провела Анастасия Смоловская. Звукорежиссер Евгений Копейн помогал. Всего хорошего.